Почему Пасха празднуется каждый год в разную дату и даже в разные месяцы? Дело в том, что существует два вида календаря – солнечный и лунный. Мы сейчас живем по обычному для нас солнечному календарю, и все праздники и события отмечаем по нему. Но самый большой праздник – Пасха – вычисляется по лунному календарю. Почему по лунному календарю? Потому что этим календарем пользовались иудеи для вычисления своей Пасхи, а первые христиане были иудеями, потому и придерживались иудейского исчисления Пасхи, то есть лунного календаря. Эти два календаря отличаются друг от друга. Чтобы лучше понять их отличия, рассмотрим по отдельности солнечный и лунный календари. Солнечный календарь измеряет дни и годы. Полный солнечный год имеет 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Эти 5 часов не могут считаться как целый день, который имеет 24 часа. Поэтому эти 5 часов упускаются. За 4 года накапливается 22 часа. И когда это происходит, в году добавляется еще 366 день. Этот год называется высокосным. Также в солнечном календаре есть 52 недели, по 7 дней в каждой. Если умножить, то выходит 364 дня. Получается, один день в неделю не входит. Поэтому он добавляется в следующую неделю. Таким образом, следующий затем год будет начинаться уже с другого дня недели. Из-за этой особенности кажется, что даты ходят по календарю. Хотя на самом деле, день тот самый. Таким образом, измеряются годы солнечным календарем. Лунный же календарь измеряет фазы Луны. То есть период от полнолуния до полнолуния. Который имеет примерно 29,5 солнечных дней. Если умножить это число на 12 месяцев, то в сумме получается 354 дня в году. Выходит лунный год, короче, солнечного примерно на 11 дней. И поэтому за 34 солнечных года набегает один лишний лунный год. Также лунный календарь не привязан к сезону. В отличии от солнечного календаря. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, придумали 19-летний цикл Луны. Который постоянно повторяется. В этом цикле есть 12 простых лет и 7 высокосных. В простом году 12 месяцев. А в высокосном 13. В котором этот 13 месяц компенсирует расхождение календарных и фактических сезонов года. Таким образом, количество дней лунного и солнечного календарей почти совпадает. Но определенные даты и дни не сходятся. Если, например, взять еврейскую Пасху, то она всегда празднуется 14-го Ниссана. Но всем, кто живет по современному календарю, кажется, что Пасха постоянно скачет по календарю. Так вот, из-за различия этих двух календарей, дата Пасхи становится подвижной. Для лучшего понимания всего этого, попробуем вычислить дату Пасхи сами. И тогда нам легче будет понять, почему дата Пасхи двигается. Согласно с правилами Никийского собора, Пасха должна праздноваться. 1. После наступления весеннего равноденствия. 2. После наступления весеннего полнолуния. 3. В первый воскресный день после весеннего полнолуния. 4. После еврейской Пасхи. Хорошо. В соответствии с этими условиями, вычисляем дату Пасхи на 2021 год. Уточняем, что вычислять дату Пасхи мы будем по старому стилю. Так вот, первое условие. Должно наступить весеннее равноденствие. Равноденствие – это астрономическое событие, которое происходит дважды в год. Один раз весной, а один раз осенью. Во время равноденствия наклон Земли относительно Солнца составляет 0 градусов. И из-за этого длительность дня и ночи почти равны. Весеннее равноденствие каждый год наступает 20 или 21 марта по новому стилю. Чтобы точно знать, в какой именно день в 2021 году наступит равноденствие, обратимся за помощью к Google. В 2021 году равноденствие наступит 20 марта. Но не забываем, мы вычисляем Пасху по старому стилю. А это еще плюс 13 дней. Получается 2 апреля по новому стилю. Хорошо, теперь второе условие. Должно наступить полнолуние после равноденствия. Полнолуние – это фаза Луны, когда Луна имеет вид полностью освещенного круга. Опять обращаемся в Google и смотрим дату полнолуния после 2 апреля. Полнолуние в этом году у нас наступит 27 апреля. Третье условие. Первый воскресный день после весеннего полнолуния. Смотрим. 27 апреля – это вторник. Значит, Пасха будет через 5 дней в воскресенье – 2 мая. Четвертое условие. Пасха должна быть после еврейской Пасхи. Еврейская Пасха в этом году преподает на 28 марта. Все. Значит, Пасха в 2021 году празднуется 2 мая. Все эти условия, которые мы соблюдали, были приняты в 325 году на Первом Вселенском Соборе. И таким образом, Пасха Православной Церкви вычисляется до сего времени. Но почему тогда Православная и Католическая Пасха не совпадают? Дело также в календарях. Католическая Церковь использует Григорианский календарь, то есть новый стиль. А Православная Церковь – Юлианский, старый стиль. Между ними разница в 13 дней. Например, по новому стилю 25 декабря – Рождество. По старому стилю Рождество наступит лишь через 13 дней, то есть 7 января. По новому стилю. Все из-за того, что в Юлианском календаре есть неточности, из-за которых каждые 128 лет набегает один день. Таким образом, со временем введения Юлианского календаря, день весеннего равноденствия отклонился на 13 дней. Это заметил Папа Григорий и решил это исправить. В 16 столетии был введен Григорианский календарь, в котором весеннее равноденствие вернули в свое истинное значение. Погрешность в один день в Григорианском календаре также есть, но она накапливается только через 3033 года. Однако Юлианский календарь более точен в вычислении Пасхи, так как Пасха вычисляется полуным фазам, которые Юлианский календарь вычисляет точнее. Как бы то ни было, однако схождение благодатного огня именно в день Православной Пасхи говорит о том, что самое главное – это истинные правильные учения о Господе нашем Иисусе Христе. А все остальные разнолазия, которые есть – это не так важно. Всех благодарим за внимание. Хорошего вам дня и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok